Приветствую всех, здорово! Вы на канале Инкогнито Пикчерс, это уже 14 выпуск Киносвежатины на предстоящие мировые кинопремьеры недели. В связи с чем я все-таки отжалел у себя эти несчастные 10 рублей и пошел в кинотеатр посмотреть, что же они там наснимали. Но, как оказалось, у нас с кинопремьерами в кинотеатрах все такая же жопа. И на удивление показывали старый добрый фильм Ной. Грядет великий потоп. Мы построим корабль, чтобы выжить. Ну, решил еще раз пересмотреть, поностальгировать, так сказать. Посмотрел и в конце фильма Ной говорит такую фразу. Плодитесь и размножайтесь. Тут врубается свет, все ломанулись к выходу. Их и дальше прозвучала из зала такая фраза, которая сделала мой день. Граждане, ну куда ж вы ломанулись? Не стоит воспринимать эту фразу таки буквально. И бежать ее исполнять прямо сейчас. Прикиньте. А шо реально стоит воспринимать буквально, это мою просьба поставить лайк этому видосу. Подпишись на канал, репости, куда только можешь репостить. Ну и, конечно же, досмотри этот видос до конца и ты узнаешь. До каких цифровых глюков дожил оценировать далекого-далекого будущего, когда начнет вооруженное противостояние с кожаными мешками? А для нанесения финального поджопника создаст... Вундервафлю в виде ребенка-симбиота... Помесь робота и человека. Далее узнаем, что во вселенной Марвел супер-пупер-скиллы можно получить не только при укусе паука, но и при укусе льва. Главное, чтоб котей не перестарался и не откусил пол жопы. Если иначе все планы пойдут по известному месту. Затем узнаем, как в отношениях с миленькой девочкой оставаться нерешительной синей соплей, при том, что в прошлом ты был лидером мальчукового бойсбенда. А все эти события – это сюжет мультика про троллей. Миленьких троллей, но троллей. Ну а в финале немного помандражируем при попытке догадаться, кто же убийца. А будет помогать нам в этом цисгендерный детектив-брутал, у которого у самого в семье не все так уж и радужно. Ладно, ладно. Как говорят бывалые алкаши, зачем растягивать удовольствие? Лучше сразу бежать за второй. Естественно. Ну вот так и мы с вами сразу же берем быка за рога и посмотрим, что же они там понаснимали. Камера. Мотор. Погнали. Фильмы, говоришь? Сэп. Миросетка глюканула, Человеков знатно пнуло, Все пропало, Все в огне. Но надежда есть. Мы близки к победе в войне. Нога. Сколько искусственный интеллект не обучает, он все равно по итогу хочет отскайнетить кожаных по самый ССДшник. Вот и в очередной постапокалиптической фантастической драме под названием Создатель антагонистом выступает нейросетка под трояном. Хе-хе. Но! Внимание! Есть одно но. В то время как потомки неандертальцев считают, что вот-вот уже фармотнут цифрового угнетателя, в сюжете появляется ребенок андроид, который познает окружающий мир как обычный ребенок, созданный, кстати, этой самой нейросеткой. Ты не хороший. А я не человек. И если бы дитё не повстречало добряка военного, лишь хорошие люди попадают в рай. Моё уважение. То всё могло бы скатиться в банальный прикол Терминатора. Чего ты хочешь, милая? Чтобы роботы стали свободой. В любом случае, я уверен, что человечество уничтожит не искусственный интеллект, а естественная глупость. И по этому поводу, кстати, на днях смотрел передачу, в которой обсуждали искусственный разум. Что, мол, в скором будущем человека не можно будет отличить от робота. Я же считаю, это будет довольно элементарно. Если дебил, то точно человек. Львиная кровь попала на ранку. И чувак от скиллов сорвало болванку. Мега-самцом стал от халявы пришедшей. Ты просто сумасшедший. Самое тупое чумо на земле. Не просто так, дяд Питера Паркера говорил, что наличие большой силы подразумевает большую ответственность. Но, учитывая современные тенденции кино, клали все на эту самую ответственность с большой колокольней. И на первый план вышли личные переживания персонажа. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Мне, мне, я, я. Я такой охуенно важный. Ну вот и боевиковая приключенческая фантастика под названием Крэйвен Охотник от Марвел и Сони продолжает лить воду на эту мельницу. А мы хищники. Фильм вводит нового персонажа по имени Крэйвен во вселенную Человека-паука и Венома, которую ни шатка ни валка пытаются слепить Sony Pictures при поддержке Марвел. Но эта ветка придерживается той же повесточной фигни, которой, если в сюжете и показан какой-то брутальный мужик, то его обязательно нужно под... Ты же точная копия отца. Всего лишь мужчина, которому нужен трофей. Мужики называются поднос. Что касается качества, то если сравнивать его с Марвеловским экшоном, то это будет унылое... ГОВНО! Кстати, в тему охоты. Вот вы знали, что охотник на уток после осечки расстраивается. А вот у охотника на медведей времени на всякие глупости нет. Ему нужно думать, как спасти свою задницу. Я знаю ответ, как это сделать. Вот когда у вас осечка и на вас летит медведь здоровенный, нужно взять полную-полную ладонь дерьма и вот так вот медведю по морде, по морде, по морде вот так вот. Что? Ты спросишь, где взять дерьмо? Поверь мне, когда ты увидишь летящего на тебя здоровенного медведя, дерьмо будет. Хе-хе-хе-хе-хе. Херня какая-то. Мульт про няшных фэшн-троллей. Для детишек прям веселый, приключениями с ржаками опять покорит. Ааа, облачко сейчас тошнит. Чем бы дитя не тешилось, а бы в тиктоке не сидела. Ну и пусть смотрят своих троллей, ведь это уже третья часть, а предыдущие две зарекомендовали себя очень даже неплохо. В этот раз недосморфик Цитан с комплексом неполноценности таки сообщает своей гиперактивной подруженце и розочке, что он когда-то таки был мужиком, а не соплей как сейчас. И была у него с братьями мальчуковая бойсбенд группа. Весь сюжет закручивается вокруг попытки восстановить эту самую старую мальчуковую бойсбенд группу и напомнить таки Цитану, что он все-таки мужик. И в кои-то веки, как вследствие, организовать швабдю с розочкой. Капец, как в жизни, как у взрослых. Это на удивление одновременно няшный, смешной, позитивный мультфильм, ну, если не вдаваться в какие-то нюансы и моменты в мульте, своим взрослым, зашуганным мозгом. Добро пожаловать во взрослый мир! Кстати, с появлением младшей двоюродной сестренки я стал часто смотреть мультики для малышей. И это нормально. Вчера вот тоже смотрел. Наверное, не совсем нормально, что один смотрел. Но, как говорится, первые 40 лет самое сложное в жизни мальчишек. Ты что, псих? Нет. Снова в сюжете кого-то вольнули. И, чтобы расследовать дело, топ-следака подтянули. Замутка в сюжете шикосно сложна. Это называется предсказуемая хуйня. Самые лучшие преступники, как известно, в детективах. И в очередной раз это подтверждает детективный криминальный триллер под названием «Рептилии» с Бенисио Дель Торо в главной роли. Фильм можно было бы считать предсказуемым представителем жанра с загадочным убийцей и с какими-то мутными претендентами на роль убийцы, если бы не «Звездный Каск», уже вышеупомянутый Дель Торо, Джастин Тимберлейк, ну и остальные ноунеймы. В нем полно психов и подводных камней, семейных драм, неожиданных поворотов. Но наряду с этим есть и переигранный драматизм и клишированный тупизм. Что же касается детективных историй, то здесь как нельзя лучше подойдет история, когда Шерлок Холмс с Ватсоном набухались и Ватсон, придя из туалета, заявляет Холмсу «Холмс, какой-то у вас интересный туалет. Дверь открываешь, свет загорается. Дверь закрываешь, он тухнет». Холмс ему такой, потягивая свою трубку, говорит «Хм, это же элементарно, Ватсон. Похоже, что вы насрали в холодильник». Ну а в завершении этого выпуска «Киносвежательных» хотелось бы опять напомнить, что современный кинематограф переживает не самые лучшие времена. Так можно сказать, что мне очень жаль французский кинематограф, потому что у них нет денег. И одновременно мне жаль американский кинематограф, потому что при наличии денег у них нет идей. Ну а я попрошу поддержать тебя, мою идею с этим каналом, поставить лайк этому видосу, подпишись, конечно же, на канал. Спасибо, что досмотрел до конца. Репости этот видос, куда только можешь репостить. Вроде все новинки исследовал. Я же с вами не прощаюсь, но покедова. Фильмы говоришь? Хе!